Здравствуйте! В эфире Банкир ТВ. Сегодня в программе. Российский рынок акций завершил неделю на подъеме. Америку не выведет из кризиса финансовое вливание. Прогноз валютного рынка. Ипотека используется политиками в популистских целях. Какие ставки по кредитам можно считать адекватными? Российский рынок завершил неделю в небольшом плюсе. Индекс РТС вырос до уровня 1488,67 пункта. Индекс МВБ поднялся к отметке 1436,06 пункта. Руководитель аналитического департамента компаний, работающих под брендом Alpari, Егор Сусин в клубе экспертов банкир.ру, говорит о после кризисном восстановлении США. Оно было обусловлено мощнейшей экспансией государства и монетарных властей. Резкое наращивание дефицита бюджета смогло поддержать расходы домохозяйств. Монетарная экспансия ФРС наводнила финансовые рынки ликвидностью и вывела финансовый сектор из состояния комы. По мнению аналитика, эти меры не могут завести американскую экономику и заставить ее работать в нормальном режиме, так как проблемы были сосредоточены не только в финансовом секторе. Проблемы США значительно глубже. Они основываются на перераспределении доходов в экономике и международном разделении труда. Решение этих проблем просто денежной накачкой и фискальными стимулами невозможно. Полностью статью Егора Сусина «Почему заглохло восстановление» читайте в клубе экспертов на сайте банкир.ру. Мы говорим о ситуации на рынке Форекс с главным аналитиком компании «Макси Форекс» Владимиром Севашовым. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Закончилась очередная биржевая неделя. Что вы можете сказать об итогах вашего предыдущего прогноза по евро и фонду на прошедшей неделе? Ценовое движение валютной пары евро-доллар на торгах прошлой недели несколько скорректировало наш предыдущий прогноз за период с 20 по 24 сентября, исполнив его лишь частично. Прогноз предполагал завершение нисходящей коррекции пары в ценовой зоне 1,2960-1,29, а затем возобновление подъема к целевым уровням 1,3158-1,3226 и выше. Однако наши ожидания по глубине коррекции не оправдались. После начала торговли пара снизилась от уровня открытия 1,3049 всего лишь на 20 пунктов, а далее коррекция прекратилась. На фоне позитивной экономической статистики в еврозоне и повышения спроса на рисковые активы евро начали покупать по всему спектру рынка. В паре с долларом курс единой валюты начал активно расти. Пройдя на подъеме до конца недели почти 460 пунктов и зафиксировав максимальный уровень на отметке 1,3495, пара достигла и даже превысила все уровни подъема, установленные нашим прогнозом. Прогноз по паре фунт-доллар предполагал кратковременный подъем пары в ценовую зону 1,5653-1,5668, а затем снижение курса британской валюты и завершение нисходящей коррекции в диапазоне 1,5515-1,5462. Далее мы ожидали возобновления подъема пары к ценовым уровням 1,5728 и выше. Фактическое движение валюты подтвердило правильность прогноза. После открытия недельных торгов курс пары поднялся к уровню 1,5684, затем развернулся на снижение и достиг установленной прогнозом ценовой зоны на отметке 1,5503. От этого уровня пара вновь изобновила восходящее движение, установив к концу недели новый шестинедельный максимум на отметке 1,5842. Таким образом, практически все целевые уровни нашего прогноза и на подъемах, и на снижении были достигнуты. Владимир, какой прогноз по евро вы можете сделать на следующую неделю? Ситуация по евро за прошлую неделю практически не изменилась. В паре с долларом США валюта продолжает развивать восходящую коррекцию от предыдущего длительного снижения. Фундаментальные данные, настрой рынка на стабильное восстановление мировой экономики и усилившийся интерес инвесторов к рисковым операциям с высокодоходными валютами продолжают оказывать поддержку росту единой европейской валюты. Наш прогноз на следующую неделю предполагает снижение пары во внутриволновой коррекции к целевым уровням 1.33.96, 1.32.91, 1.31.65, 1.30.63. От последних уровней снижения ожидаем возобновление подъема пары в направлении 1.34.95 и 1.35.90. А что ожидает пару фунт-доллар? Здесь также значимых изменений не произошло. Пара фунт-доллар находится в новом цикле восходящего движения. За это время британская валюта сумела восстановиться к шестинедельным максимумам. И после завершения очередного коррекционного отката, который мы предполагаем в начале следующей недели, вблизи ценового уровня 1.57.20, пара продолжит восходящее движение в ценовую зону 1.59-1.59.74. От этих уровней ожидаем новое снижение в диапазон 1.57.40-1.56.80. А далее новый подъем пары. Владимир, какие макроэкономические показатели, выходящие на следующей неделе, могут быть интересны участникам торговли? Среди наиболее значимых событий следующей недели можно выделить публикацию в понедельник сентябрьских данных по ценам на жилье в Великобритании. Во вторник также показатели из Великобритании по объему розничных продаж и окончательному приросту ВВП за второй квартал. В четверг внимание инвесторов привлекут данные из Японии по изменению объема розничной торговли, а также объему иностранных инвестиций в экономику страны капитала, инвестированного за рубеж. Интерес участников торговли в этот день вызовут также данные из США. Количество первичных и повторных обращений, запособленные по безработице, окончательный показатель по приросту ВВП второго квартала и выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Берненке. И, наконец, в пятницу внимание рынка будет направлено на показатели личных доходов и расходов населения из США. Спасибо, Владимир. Более подробную информацию и обоснование наших прогнозов смотрите на сайте maxiforex.ru Какие ставки по ипотеке и потребительским кредитам сегодня можно назвать адекватными? На этот вопрос в ходе онлайн-конференции и банкер.ру ответили представители крупнейших российских банков. В целом финансисты отметили, что уровень адекватности ставок определяется спросом, а каждый банк самостоятельно определяет приемлемый для себя уровень процентных ставок. Этот показатель зависит от многих условий, объяснит заместитель начальника управления розничных кредитных продуктов Абсолютбанка Светлана Сурина. Среди них стоимость заимствования, каналы дистрибуции, условия предоставления кредитов, просроченная задолженность по портфелю. Вице-президент, начальник управления потребительского кредитования ВТБ-24 Иван Лебедев считает, что на текущий момент средний уровень ставок по нецелевым кредитам наличными составляет 18-22%. Начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Асадчик говорит, что минимальный уровень ставок по ипотеке в рамках программ АИЖК составляет 10,5% в рублях. Полностью материалы онлайн-конференции «Кредиты. Второе пришествие» читайте на сайте банкир.ру. Ипотека является сегодня объектом политических спекуляций. Такую точку зрения в интервью банкир.ру выразила председатель правления Банка жилищного финансирования Елена Клепикова. К сожалению, говорит эксперт, у нас очень часто вопросы рынка и вопросы решения определенных проблем его формирования подменялись различного рода популистскими решениями, связанными с нерыночными способами регулирования. Например, снижение процентной ставки. Вроде бы сейчас рынок абсолютно не способствует этому процессу, но принимается решение, что ставки не должны быть выше определенного уровня. Еще один пример разговора о том, что страхование жизни заемщика – это требование, которое навязывают банки. На самом же деле это требование, которое связано с возможными рисками, и его наличие улучшает условия кредитования для заемщика. Полностью интервью с Еленой Клепиковой читайте на сайте банкир.ру. 5 октября банкир.ру проводит онлайн-конференцию «Банковский апгрейд», посвященную IT-обеспечению банковского бизнеса. В ней принимают участие генеральный директор компании «Ньюнет» Иван Захаров, генеральный директор «Комкор Акадо Телеком» Леонид Куштуров, руководитель отдела криптосистем «Компьютель» Антон Чернышев. Задать свои вопросы эксперта можно на сайте банкир.ру. Подробнее об этих и многих других темах финансового рынка читайте на сайте банкир.ру. А мы прощаемся с вами и желаем вам успешной финансовой недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова